Как известно, право выбирать, оплачивать ли общедомовые расходы по счетчику или же по нормативам, принадлежит жильцам. Но так или иначе, кому-то все равно кажется, что он платит слишком много, к примеру, за воду. А почему бы не уменьшить расходы? Дом у нас небольшой, два подъезда, рассказывает Нина Ивановна. Платили всегда примерно одинаково. За воду и вдруг сумма оплаты стала расти. В чем дело? Закон переложил потери ресурсоснабжающей организации на плечи людей, а потому жильцы озадачились поиском расхитителей. Для защиты от искажения показателей учета коммунальными службами на водяной счетчик начала внедряться антимагнитная пломба. Благодаря нехитрому устройству можно зафиксировать вмешательство в работу приборов учета. Это позволит выявить попытку или факт воровства ресурсов. Это послужит основанием к применению санкций, что вполне справедливо по отношению к расхитителям и к тем, кто добросовестно и справно платит за потребленные ресурсы. Сегодня для защиты от искажения показателей учета воды коммунальными службами антимагнитная пломба на водяной счетчик стала внедряться все чаще. Антимагнитные пломбы были установлены на многоквартирных домах. Почему? Потому что расход между общедомовым и индивидуальными приборами учета был гораздо выше, чем норматив, который утвержден РЭК Сырловской области. Антимагнитные пломбы ставятся на приборы учета холодного и горячего водоснабжения. Если собственники какого-то многоквартирного дома считают, что у них есть жилые жители, которые воруют определенные коммунальные ресурсы, то могут обратиться в управляющую компанию с заявлением по вопросу установки таких антимагнитных пломб. Антимагнитные пломбы устанавливаются, значит, повторюсь, на приборы учета холодной и горячей воды. И в случае, если собственник либо наниматель попытается вмешаться в работу данного счетчика, то этот факт будет выявлен. Ну и естественно, что с момента последней передачи показаний либо съема показаний контролера будет выполнен перерасчет с учетом норматива и повышающего коэффициента этому собственнику.